Оправданный Ильичевским судом Евгений Мефедов сейчас находится в СИЗО. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность, а защита пытается обжаловать решение о его аресте. Однако Мефедову было предъявлено новое подозрение. Теперь его обвиняют в совершении действий подрывающих конституционный строй и организации массовых беспорядков. Защита Мефедова считает такие действия незаконными. Моя подзащитная, всеми силами, всеми законными и незаконными, а я делаю ударение, но незаконными, некогда не власть пытается утверждать под стражей, не взирая на полный бред, который они каждый раз подсовывают ему в подозрение. Второе. Подозрение мотивировано тем, что Евгений Мефедов подозревается якобы в действиях, направленных на насильное изменение, насильственное изменение конституционного строя Украины. Ему является участие в автопробеге 28 марта 2014 года из Одессы Николаев. Этот предмет исследования уже является основанием для предъявления ему подозрения по части 1 статьи 110, прошу прощения, по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса, по которому апелляционный суд Одесской области 18 октября будет принимать решение о действительности необходимости или отсутствии необходимости содержания жени под стражей. Прокуратура не так поняла, что оснований содержания жени под стражей нет никаких, и обоснованности подозрений по предъявленной 18 сентября и дозре по статье 110 никаких нет. Соответственно, страхуются таким образом и предъявляют новое подозрение. Завтра Киевский районный суд, по словам адвоката, должен будет избрать меру пресечения, и, скорее всего, это будет снова содержание под стражей. В случае, если данные действия обжаловать не удастся, то Мефедов и его защитник готовы обращаться в Европейский суд по правам человека. Субтитры создавал DimaTorzok